Рахматшо 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 Мы были еще совсем маленькими, когда границу закрыли. Советские пограничники не разрешали даже приближаться к берегу. Папа рассказывал, что на той стороне остались его родители всю жизнь. Он мечтал повидаться с ними. Сейчас единственным объединяющим фактором остался язык. За сто лет Дарваз стал транзитной точкой между центральным Таджикистаном и горным Бадахшаном. Афганский кишлак Нусай так и остался отрезанным от внешнего мира. Хотя он – самый большой населенный пункт в северном приграничье. Сейчас здесь живут около 18 тысяч человек. Местные жители называют Нусай островком стабильности или зоной, где нет талибов. Мы выращиваем овощи, чем и кормимся. У каждой семьи есть по полгектара орошаемых земель. Выращиваем здесь и зерновые. Занимаемся садоводством и ловим в пянджи рыбу. Вот так и выживаем. Самое большое здание в Нусайе – мечеть. Кроме чтения намаза, здесь принимают важные общественно-политические решения, связанные с повседневной жизнью сельчан. Если учесть влияние духовенства на афганское общество, то мечеть можно считать кузницей кадров местной интеллигенции. Дети мусульман обязаны изучать Коран и законы шариата. Шесть лет углубленно изучают литературу и персидский язык. Всему их обучает имам. После некоторые юноши едут в Кабул, где продолжают учебу. Главной проблемой жителей Нусая и других приграничных деревень является удаленность от областного центра Файзабада. Отсутствие транспортных магистралей – основная причина низкого уровня жизни. Дороги – это для нас настоящее бедствие. Товар мы завозим из Кундуза. До открытия моста груз перевозили через Файзабад. До своего села тащили его на мулах. На все у нас уходило около месяца. Сейчас – пять дней. Наша жизнь полностью зависит от этого моста. Помню, как-то его закрыли на пару месяцев. За это время цены выросли в два раза. Развитию легальной торговли в приграничной зоне препятствует отсутствие контроля афганских рубежей и угроза наркотрафика. К решению этой проблемы подключилось европейское сообщество. Оно выделило 7,5 миллионов долларов на развитие пограничной инфраструктуры. За два года на афганской территории были построены три заставы. Их оснастили современной техникой и оборудованием. Часть денег выделили на обучение офицерам. Протяженность границы района Нусай с таджикской стороной примерно 150 километров. Мы торгуем товарами первой необходимости. В Нусаях опийный мак не выращивают. Село находится высоко в горах и производить наркотики здесь сложно. В Афганском Бадахшане есть три пункта, через которые перебрасывают наркотики. Это Шахри-Бузург, Шугнан и Хахон. В последнее время мы усилили контроль на этих участках. Афганистан для Центральной Азии пока остается источником нестабильности и фабрикой по производству героина. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан имеют общую границу с Афганистаном. Но только Таджикистан открыл ворота для приграничной торговли и дружеских отношений между жителями двух государств.